Здравствуйте! Приятно видеть тенденцию, что уже для большого количества людей слово «нетворкинг» перестает ассоциироваться с чем-то связанным с компьютерами, хотя, с другой стороны, все еще очень многие люди думают, что это всего лишь пойти на какое-то мероприятие и раздать побольше визиток. Хотя на самом деле нетворкинг – это искусство планомерного, плодотворного выстраивания отношений с другими людьми от этапа знакомства до этапа друзья, и при этом на орбитах вашего нетворка могут находиться десятки, сотни и тысячи человек. И у меня на канале есть целая серия роликов, посвященная этому искусству. Но вот, что я заметила, чем глубже я погружаюсь вообще в эту тему, а мне пришлось погрузиться достаточно глубоко для создания своего авторского мастер-класса, я увидела, как меняется даже мое понимание этого дела. Когда я начинала, мне казалось, что нетворкинг – это исключительно что-то про бизнес, то есть решить какую-то бизнес-задачу. В частности, я использовала его для того, чтобы найти потенциальных бизнес-партнеров для своего сетевого бизнеса, при условии, что я жила в Москве, для меня это был новый город и у меня не было списка. То есть у меня был вариант либо работать на холодном рынке, либо брать рекомендации, либо я узнала, что такое нетворкинг, и нетворкинг оказался самым плодотворным, и он дал мне очень интересных партнеров в бизнесе, очень крутых клиентов и вообще выход на какие-то новые сферы жизни. Так вот, в связи с этими изменениями моего восприятия я поняла, что нетворкинг может быть гораздо шире. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, какие виды или, скажем, типы нетворкинга бывают. Потому что в зависимости от того, где, с кем, с какой целью и как мы взаимодействуем, зависят скрипты, зависят технологии, зависит наше позиционирование, зависит скорость вхождения в контакт, зависит, как быстро мы будем контактить на следующий день и так далее. Поэтому важно понимать, какие типы бывают и в чем их особенности. Вот сегодня об этом. И первый тип нетворкинга, о котором я хочу сказать, это профессиональный. Это вот тот самый, с которого я начинала. Когда вы решаете свои бизнес или клиентские задачи с помощью знакомств и поддержания связи с другими людьми. В профессиональном нетворкинге характерна четкая постановка ваших целей. Именно поэтому для него очень самым плодотворным инструментом для профессионального нетворкинга являются события. Потому что события – это место скопления вашей целевой аудитории. Ну, это может быть разным, от съезда мамочек до слета дизайнеров, от молодых предпринимателей до студентов. Неважно. Целевая аудитория может быть разной. На событиях она собирается концентрированно, вы можете конкретно заранее запланировать такие события в течение месяца. И приходя туда, вы можете конкретно быстро решать задачу, познакомиться с этими людьми, обменяться контактами и найти точки пересечения. Итак, профессиональный. Следующий тип – это хэдхантинг. Хэдхантинг, понятное дело, что существует профессиональный хэдхантинг, мы сейчас не об этом. Мы говорим о том, когда вы понимаете, с кем конкретно вам нужно познакомиться, может быть даже у вас есть фамилия или статус человека, и вы целенаправленно ищите возможностей знакомства и взаимодействия с этим человеком. Обычно мы говорим о каких-то топах, топ-менеджерах или людей более высокого социального круга, это может быть звезды, референтные личности и т.д. Основной вопрос, который мы решаем в этом типе нетворкинга – это как именно взаимодействовать с людьми более высокого социального уровня, что им говорить, что им не говорить, где их найти и как вообще сделать так, чтобы они тебя заметили и с тобой заговорили. Для этого есть конкретные технологии скрипты. Следующий тип – ситуативный нетворкинг или холодный. Это не холодные контакты, когда вы знакомитесь с кем-то непонятно с кем, непонятно где. Но это похоже. В каком смысле? Вы попадаете в какую-то жизненную ситуацию, там, не знаю, ресторан, тусовка, парк, и видите интересного вам человека, и вы хотите с ним познакомиться. Благодаря знаниям нетворкинга вы понимаете, как подойти, что ему сказать, как произвести такое впечатление, чтобы он не подумал, что вы маньяк. Потому что некоторые люди реально боятся знакомиться с новыми людьми. И даже у меня бывают ситуации, когда со мной кто-то пытается познакомиться где-то на нейтральной территории. Ты сразу думаешь, так он нормальный вообще или ненормальный? Он что делает? Он клеится? Или он может маньяк? Или как? Соответственно, в ситуативном нетворкинге на чем он базируется? Он базируется на вашей внимательности к другим людям. Потому что если вы хотите познакомиться с кем-то, ну вот так вот подойти в ресторане или подсесть, или спросить что-то в очереди так, чтобы завязался контакт, нужно понимать, ну, а что будет зацепкой. И при этом через эту внимательность ваша задача найти что-то общее. Какую-то вашу общность ваших интересов. И следующий, четвертый тип нетворкинга – это лайфстайл. Лайфстайл – это когда вы так планируете свою жизнь и свой досуг, что интересные вам люди автоматически появляются в вашем круге и планомерно, благодаря регулярному взаимодействию, когда вас объединяют какие-то хобби, увлечения, какие-то регулярные встречи, общие какие-то праздники и так далее, вариантов может быть много, у вас начинают формироваться и укрепляться ваши взаимоотношения. Это должно происходить естественно. То есть, грубо говоря, вы живете и в вашей жизни выбираете такие направления, которые позволяют естественным образом приводить этих людей к вам в орбиту. И это происходит обычно на основе колеса баланса. О колесе баланса мы говорили подробно в роликах «Целеполагание». Здесь речь идет о том, что вы развиваетесь не только в области «я профессионал» или «я мама» или «я женщина». У нас есть от 9 до 12 секторов жизни, в которых мы можем самореализовываться, ставить цели, достигать их, быть успешными. И вот именно в каждом секторе этого колеса баланса у нас могут быть какие-то мероприятия, события, привычки, хобби и так далее, которые привносят в нашу жизнь интересных нам людей, благодаря которым у нас идет рост по вертикали. Вот 4 типа основных нетворкинга. И я думаю, что совершенно понятно, что в зависимости от того, какой тип вы используете, а в принципе их можно использовать все. Зависит, как вы заговорите, какое впечатление вы будете производить, как долго будет длиться контакт. Потому что при профессиональном нетворкинге рекомендация – это 2 минуты. 2 минуты на бизнес-мероприятие, когда вы общаетесь с человеком. И естественно, там нужно достаточно быстро найти какие-то точки пересечения. Как это сделать, не показавшись навязчивым? Это технология профессионального нетворкинга. В лайфстайле, например, я вообще предпочитаю не торопиться ни с какими предложениями, я просто проживаю с этими людьми какую-то часть моей жизни, получаю удовольствие, эмоции, впечатления и постепенно, узнавая друг друга, эти люди иногда сами начинают интересоваться тем, что я делаю, как я это делаю, почему я это делаю. И у нас возникают какие-то точки пересечения либо по их деятельности, либо по моей деятельности. Конечно, на моем мастер-классе мы подробно разбираем каждый тип со всякими практическими примерами и фишками, а на мастер-группе мы, в принципе, получаем практически задания на тему того, как сделать вот здесь, вот здесь конкретные показатели. Но давайте я вам дам базовую рекомендацию, которая позволит вам уже завтра получить больше эффекта от вашего взаимодействия с другими людьми. Когда вы с кем-то пересекаетесь, неважно, вот здесь, вот здесь, вот здесь или здесь, задайте себе вопрос после встречи, а что работает на установление контакта лучше, а почему с этим человеком у меня более доверительные отношения, а почему удовольствия от общения с ним больше и так далее. То есть постарайтесь проанализировать взаимодействие с человеком и быть в этом вопросе осознанным. Таким образом у вас будет формироваться спектр ваших персональных фишечек и примеров, и приемов, которые у вас работают, которые для вас органичны и которые вы потом будете, надеюсь, с моей помощью просто увеличивать и ваш арсенал будет расти. Благодарю вас за внимание сегодня, эффективного вам нетворкинга, интересных отношений и на связи.